Всем привет! Сегодня у нас в обзоре нож компании Zero Tolerance 0762. Хотелось бы отметить, что нож выполнен из очень высококачественных материалов, начиная с клинка, заканчивая рукояткой и отдельными его элементами. Клинок выполнен из стали CPM 20CV. Это высокохромистая порошковая сталь с твердостью 62-63 единицы по роквиллу. Те, кто увлекается ножами, я думаю, понимают, что это достаточно высокое значение. Обработка клинка двойная. У нас проходит здесь стволом вошь, ближе к обуху и на спусках. Машинная сатинная обработка. Дизайн ножа, необходимо отметить, является полностью компанией ZT, не являясь какой-то коллаборацией с тем или иным дизайнером. И, в принципе, надо сказать, нож получился достаточно интересный, оригинальный. Может быть, кому-то он не понравится, но, держа его в руке, ты понимаешь, что это все-таки качественная и очень оригинальная вещь. Рукоять ножа выполнена из карбона, что обеспечивает его небольшой вес. Вообще, в целом, нож, если говорить о его дизайне, имеет такой тройной слой. Карбон. Дальше вот здесь голубые вставки. Это у нас анодированный титан. Далее металлический такой узор. Он представляет собой, на самом деле, конструкцию. Каркасную конструкцию, которая погружается в сами плашки. И, в принципе, вот так визуально она практически незаметна. Это нужно разглядеть нож, и тогда можно будет увидеть. Механика. Механика ножа очень классная, хорошая. Нож открывается уверенно флипером. Причем, хотелось бы обратить внимание, что флипер, он очень незначительно выпирает. Он практически незаметен. Но в силу его дизайна, он очень хорошо фиксируется пальцем. Достаточно небольшое нажатие, и нож раскрывается. Фиксатором, замком выступает у нас фреймлок с сухарем. Он выполнен из титана, так как нож премиальный. И имеет анодированное покрытие. В целом, нож вот в таком цветовом решении, он достаточно сдержанный в цветах. В том числе, обратите внимание на клипсу. Да, она не является какой-то оригинальной. Но по стилю соответствует и цветовому исполнению стилистики ножа. Легкий вес ножа достигается благодаря его конструкции. Хотелось бы обратить внимание, что бонки также выполнены из титана и анодированы в голубой цвет. Нож может быть использован как правшой и левшой, одинаково удобно. В целом, можно сказать, что это джентльменский нож. Нож на каждый день, everyday carry. Он не такой агрессивный, как некоторые другие модели компании ZT. Например, вот этот экземпляр 0452. Я думаю, конечно, он будет более агрессивен. У него и флипер более ярко выраженный. Но о нем мы будем говорить потом. Да и открывание у него такое достаточно агрессивное. Поэтому все эти элементы присутствуют и на этой модели. Но они в то же время работают как-то изящно, спокойно. И в целом нож не агрессивный. Но при этом он подчеркивает вкус его обладателя. Полагаю, что по назначению ножа это хороший резак. Изумительный резак. Который предназначен для повседневных бытовых городских задач. Где-то перерезать коробочку, веревочку. Где-то, может быть, что-то поддеть. Но стилистический и по своему дизайну он не предназначен для выполнения каких-то ударных или более агрессивных работ. Продолжение следует.